Привет, друзья! Сегодня будет долгожданная распаковка. Это моя посылка с сайта Jackson's Art. И сегодня мы будем вместе ее распаковывать и немножко поговорим вообще о Jackson's. Я думаю, многие художники там уже заказывали материалы различные. В чем плюсы? Довольно удобный, красивый, приятный сайт. Конечно, его понятнее смотреть для тех, кто знает язык на английском, потому что некоторые вещи они переводят немного странно, да, то есть там не до конца все переведено на русский язык. Но если какое-то базовое знание английского языка у вас есть, то вы разберетесь. И в чем преимущество, да, в отличие от каких-то наших отечественных российских сайтов, потому что много продукции, которая не попадает к нам в страну. Какие-то материалы, какие-то, да, например, пастельные карандаши, мелкие бумагу, тем более мы не можем получить у нас, да, прийти там, я не знаю, в красный карандаш, в передвижник, там, в Леонардо, куда-то еще и заказать. Конечно, в интернете это можно найти, но все равно некоторых позиций нету. Поэтому для тех, кто любит пробовать что-то новое, либо у каких-то зарубежных художников, блогеров, видео, разные интересные материалы, тоже хочется заказать, вот там это можно сделать. Я уже там несколько раз заказывала, и кто будет там заказывать, что хочется сказать, да, посоветовать, потому что я по своей глупости так невнимательно смотрела. В общем, есть система баллов, которая у них накапливается, я ими не пользовалась, но я сейчас делала покупки, у меня копились эти баллы. И вот в итоге в последний раз я, кстати, ими тоже не смогла воспользоваться, потому что оформила заказ, потом поняла, что я хочу что-то поменять, хочу, чтобы этот заказ отменили, но чтобы я воспользовалась баллами. В общем, у них довольно такая сложная и долгая служба поддержки, когда до них допишешься, попросишь там этот заказ отменить, внести какие-то корректировки. В общем, надо внимательно сразу все заказывать, не будьте как я. И вот эти баллы, их можно использовать. Там какой-то, ну, небольшой процент, да, из покупок накапливается, но тем не менее. То есть из плюсов получается большой ассортимент, да, разные позиции, которых нет в России. И, ну, так красиво, понятно, интересно. Иногда просто можно часами там бродить, залипать и какие-то интересные вещи находить. Из минусов, ну, конечно, время доставки. В принципе, не такое долгое, но, наверное, недели две точно. Может быть, последняя у меня пришла быстрее. По-моему, дней даже за 11, что ли. Самый большой минус – это стоимость доставки. Так как груз отправляют из-за рубежа, они, по-моему, отправляют со склада в Швеции. То есть сам сайт, да, он английский, то есть на территории Англии все это находится, но в Швеции, видимо, у них склад, оттуда они импортируют все, отправляют к нам. И что же я там говорила? А, что получается дорого. Когда вы заказываете большой размер, да, например, да, там, скажем, листы, пастельмата, 50 на 70 или акварельная бумага. Я заказывала тоже, в этот раз не заказывала. Артистика плюс фабриана, толстая она, 360, по-моему, грамм, прям как пастельмат. Хорошая толстая бумага, она акварельная, но я на ней рисую цветными карандашами. Очень хорошо все это вместе работает. Ну, для меня, во всяком случае, очень удобно. И я в прошлый раз заказывала вот эти листы большие. Приходят, есть на канале видео, да, где распаковка с прошлого раза была. Большой такой конверт получается, такая большая картонная посылка. Это, да, относительно небольшая. И большая стоимость, если вы покупаете вот габаритный какой-то размер. Получается, тогда доставка была, мне кажется, тысяч пять или шесть. Вот, так что это единственный минус. И то, что они так долго потом отвечают, если нужно что-то поправить. В общем, тогда я очень расстроилась, но все прошло нормально. Посылку вы забираете, там можно либо курьером, там три варианта, да. Можно на почту России получить, сами из отделения будете забирать. По-моему, можно еще боксбери и курьером. Я заказывала, которая была дешевле на почту России. И там у них приходит, это все вам выдают, ну, у меня так было в таком вот, в мешке, потому что на таможне что-то вскрывали, не вскрывали. Они все это еще проверяют, они это вскрывают. И там оказывается всегда какой-то другой вес, то ли больше, то ли меньше, чем вам отправляли. Всегда какая-то там путаница. Но внутри я почему вот так вот ее открыла, я хотела, да, ну, вместе все открыть. Во-первых, во-первых, мне очень был нужен светлый акрил, который я заказала. У меня был заказ на такого светло-бежевого кота. И вот эти маленькие акриловые тюбики, бежевые, мне были очень нужны для шерсти. Они лежали сверху, где-то вот там вот сверху-сверху. Остальное я не смотрела, просто их вытащила. Все там хорошо запаковано. Сейчас покажу. Ну, то есть аккуратненько вскрыла коробку и все. Даже кот пытался туда залезать, но я убрала. Поэтому сейчас будем вместе смотреть, заодно тестить. Расскажу, что буду с этим всем делать. В общем, давайте начинать. Ну что, давайте будем смотреть содержимое. Надеюсь, не очень сильно будет вся эта история шуршать пока что. Заодно посмотрите, как все это приходит в запакованном виде. На самом деле, очень все красиво. Хорошо они упаковывают. И даже листы большие, когда в прошлый раз я заказывала, все было очень супер. Ничего не помялось. Сверху много бумаги, которую можно использовать, что-то потом заворачивать. Я как бабуля все это сохраняю. Или там для кошачьих игр, чтобы они бегали, разрывая всю эту бумагу. Ну ладно. Что я вытащила, да? Я вам говорила, вот такой вот акрильчик маленький. Это Амстердам акрил. Вот такого плана 6 малышей я решила докупить. У меня вот таких вот светлых оттеночков очень-очень много. Разные бежевые. Кажется, они одинаковыми, но на самом деле это не так. Для всякой... О нет. Вот и кот пришел. Для всякой светлой шерсти очень хорошо. И с вот этими тоже смешивать. Получается... Блин, зря я так сделала, конечно. Сейчас. Попробую брать либо бумагу, либо кота. Секунду. Так, теперь идем дальше. Про акрил я не знаю. Интересно это вообще или нет. Я думаю, вы все имеете примерное представление. Мне, на мой взгляд, весь акрил он примерно одинаковый. Я беру из оттенков. И мне нравится, что они такие маленькие, потому что если бы я покупала большие тюбы, то некуда было бы все это складывать. А так у меня маленький расход. У меня такая аккуратная живопись послойная. То есть чуть-чуть здесь шерсти, там шерсти. И все хорошо. Вот даже сфокусировалась. Следующее, что... Чтобы вы понимали, я сама уже не все помню, что там было. Это было давно. За это время, пока лежала эта посылка, столько произошло всяких портретов, где я могла все это использовать. Но нет. Я ждала, ждала особого случая. и вот и он. Я взяла вот такой бумажный скотч, потому что мне показалось, что он очень будет красивым, если я буду все крепить вот таким крафтовым скотчиком. Как вы считаете? Будет это все красиво. Интересненько. Вот так буду отрывать и крепить всякие работы, чтобы снимать видео. И была красота. Если бы он еще был каким-нибудь золотым, вообще было бы супер. Но такого не было. Я искала. Так. Стоит он, кстати, слушайте, я буду, наверное, писать, да, для интереса, за сколько, что я взяла. Это будет полезно. Мне кажется, около рублей 300, наверное, может 270. Что-то такое он стоил. Но, видите, тут метров очень много. Где-то должно быть написано что-то, но я не вижу. Так. Сюда мне, видимо, положили разные карандашики. Кладут они, кстати, в любые упаковки, ни с чем не связаны. Поэтому можете не ожидать, что карандаши одного бренда у вас будут в такой же коробке. Совсем это не значит. Я взяла сразу вот такую вот бумажечку. На ней можно будет потестить. Потому что потестить сегодня все материалы мы не успеем. Да, это мы еще сделаем позже. Но какие-то маленькие свотчи можно будет показать. Так, что у нас здесь? Здесь, здесь пастельные карандаши. Как я выбирала цвета, зачем и почему? Да, ну, я выбирала просто то, что закончилось, либо то, чего у меня нету, каких-то оттенков. на самом деле мои цвета не такие интересные. Все больше они телесного цвета, такого бежевого. Ну, то, с чем я работаю. Заказала здесь, что нам положили, три фаберов таких, да, фаберкастел. Что я могу про них сказать, да, и мы, в принципе, с вами говорили про это. Они такие пигментированные, они яркие, такой хороший там пигмент, но они довольно твердые. Иногда это очень хорошо. Особенно, что касается черного, мне нравится черный у фабера. Не все его любят, там, говорят некоторые, что есть темнее черный, но меня устраивает. Такой он четкий, хороший. В общем, мне кажется, то, что нужно. Вот там. Усы, носы рисовать. Замечательно. Так, что еще нам положили? Так, давайте про фаберы. Я не знаю, кстати, зачем я вообще такой желтенький взяла, 102. Наверное, для чего-то яркого смешивать при рисовании там каких-то рыжих шерстинок. Странно, да? А вот этот, кстати, классный. Цвета, кстати, там тоже не так сложно понять. Там есть выкраски, такие сводчи, прямоугольники. Вы выбираете, но там все равно, либо вы знаете нужный номер, да, например, вы смотрите, что да, там мне нужно 102. докупить, тогда понятно. Я люблю иногда так вот наугад все это выбирать, так интересно получается. Все равно они все, оказывается, нужны. Бумага, конечно, с холодной, все цвета более, да, такими теплыми, кажется. Но вот это прям замечательно. Иногда очень такого бежевенького не хватает. кстати, вот эти, они очень, как сказать, такие, не мыльные, такие, как угольные, вот эти. Интересно. Потому что черный более четкий. И я не знаю, может быть, мне кажется, но раньше, раньше было лучше, раньше, много лет назад я покупала карандаши Faber-Castell, там, знаете, какие-то безумные оттенки у меня были, поэтому до сих пор живы, там, красные, розовые, там, ну, правда, бордовые какие-то были. Они были другими, они были более такими тверденькими, что ли. Еще, конечно, от самого пигмента в карандаше зависит, там, вот, вся эта история, насколько он мягкий либо твердый, но, тем не менее. Ну, мне кажется, у них, может быть, там, рецептура чуть поменялась. Ну, в общем, нормально. Цена у них тоже хорошая. Ничего, естественно, сейчас не вспомню, и я напишу цену. Конте мне нравятся, потому что они такие толстенькие и смешные. Вы скажете, не жаль, это одна причина. Вот такой коричневый, такой он немножечко, как бы сказать, ну, не самый, может быть, приятный, да, без какого-то шоколадного оттенка, скорее в рыжий такой, в зеленоватый, но иногда он очень нужен. Для, особенно, вот мне сейчас то, что пришло в голову, знаете, трехцветные кошки, где они такие черные, там есть черный, коричневый, рыжий, и там где-то белый. Нет, это уже 4, значит, коричневый, рыжий и белый. Вот, там есть вот такие всякие оттенки, в общем, подойдет. Сами по себе конты, они, видите, как растирается хорошо, очень мягенькие, очень мягкие, то есть, какую-то яркую, нереально яркую, четкую линию сделать, нет, не вариант, они скорее такие, как пастелька, ну, карандаши, такие мягкие, нежные, хорошо растушевываются, все такие довольно сыпучие, вот сколько у меня есть их карандашиков, они все такие. Так, что это, бумажки из-под акрила, бумажки из-под акрила, ой, какая-то большая штука, знаете, так приятно, когда уже не помню, что заказывал, как подарки практически, открываешь, скотч у них тоже какой красивый, видите, как упаковано, хорошо все упаковано, потому что, когда я увидела, в каком виде мне выдали эту коробку, я приставила ту пастель, которую заказала, и что она уже там перекрошилась, и превратилась у меня в пан-пастель, ну, в сыпучую, да, в этих баночках, вместо обычной, но, что же тут поделать, сама я знала, что так будет, в общем, если все плохо, то не на кого винить, что поделать, так, а, это я поняла, что это набор, Джексонс, пастелек, такой он был дешевый, прям вообще, поэтому я взяла, пригодится, давайте, что сделаем, мы откроем нож, резак, чтобы с его помощью вскрывать все остальное, мне он понравился, как он выглядит, такой симпатичный, ну, казалось, немного изящнее, но все равно миленький, да, мне кажется, хорошенький, и будем с его помощью вскрывать, как режет, господи, прекрасно, прям как по маслу, ну, пока еще острый, пока что, но, кстати, если там классное лезвие, то он долго будет в таком нормальном, остром состоянии, так, главное красиво распаковывать, пока еще чистая упаковка, так, 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 какие-то штуки мне положили сюда, ну, такая тоненькая, смотрите, какая она, когда хорошая пастель, дорогая, то даже вот эту вот штучечку они кладут такую жесткую и более толстую, которая держит мелочки, но, окей, вот такой набор, пастель, это не экстра софт, да, то есть она обычная, я думаю, она похожа на, наверное, какие-нибудь Кахиноры, на Фабер, на, на это, на Гэллери, да, но где-то что-то, фон, я думаю, неплохо, и я подумала, что у меня, у меня дома нет, на самом деле, набора каких-нибудь безумных оттенков, и это будет, давайте белый посмотрим, ну, на белого, конечно, особо надежды нет, но, ну, цена была смешная, было, ну, просто даром, да, почему бы не взять, что-то где-то смешивать, под ложечки, в общем, хорошо, так, я думаю, мы сделаем какую-нибудь работу чисто с ними, да, и посмотрим, потому что такую, как один из первых вариантов рисовальных или дополнительных просто, очень хорошо, такая милая коробочка, да, я хотела, на самом деле, и акрил тоже, именно их, да, бренда фирменный, попробовать, но там были, по-моему, тюбики такие неудобные, которые, знаете, нужно, как у масла, вот так вот откручивать, это очень тяжело, так, давайте, этот кусок бумаги я оторву, а то он закрывает всю красоту, так, далее, что это, что это, Дженерал, да, как обычно, самый белый, угольный, он же, ну, как пастельный, одно и то же, можно сказать, карандаш, самый-самый белый, для самых белых бликов, усов, снега, я не знаю, для акцентов, который хорошо ложится последним слоем, даже когда очень-очень-очень много всего вы уже нарисовали, так, окей, дальше, что я взяла, и почему, да, взяла вот такой вот, тоже угольный карандаш, крето колор, чем мне они нравятся, да, они такие, сухенькие, опять же, они хорошо, вот если, вот такой, кот как орет там, я его причем не закрывала, он думает, что он закрыт, но это не так, если вот такой, Дженерал, он, такой твердый, немножко масляный, не очень хорошо растушевывается, то вот эти, они наоборот, такие мягенькие, с чем-то, вот это все перемешать, очень красиво, где-то осветлить с его помощью, и это очень здорово, поэтому я и взяла, и крето колор, у них, по-моему, цена очень недорогая, по-моему, они одни из самых таких, низких по стоимости карандашей, и у них хорошие, тоже всякие светлые, бежевые, розовые, такие нежные карандашики, какой-то супер четкости, яркости, как бы нет, ну, может быть и не надо, взяла еще попробовать, вот такой черный, никогда вот именно таким не рисовала, черный угольный, тоже крето колор, посмотрим, ну, похож на обычный, кохеноровский угольный, но хороший, да, такой, приятный, черненький, и опять же, посмотрите, да, помните, мы делали сводч, черным, Faber Castle, да, растирается как, вот так вот, а этот прям вот растягивается, замечательно, в общем, ну, можно его брать, но такой же, как и любые угольные, опять же, как Кахинор, а Кахинор есть у нас везде, но, в принципе, крето колор тоже, они много где есть, так, это Резак, пускай тут лежит, так, идем, идем дальше, что-то сейчас у меня руки все, теперь грязные, следующая упаковка, следующая упаковка, что бы интересно здесь, они, видите, так интересно сложили, попытались даже разделить, очень миленько, почему опять такой яркий, желтый я взяла, да, ну, кстати, светлый у меня был, у меня есть светленький, уже желтый, может быть, поэтому я решила для смеси взять такой, сама не помню, вот этот, такой прекрасный, да, цвет, вот я все такое очень так люблю, кстати, стабило тоже, надо чистым пальцем себя растушевывать, такие они нежные, хорошо растушевываются, пигмент вроде бы тоже ничего, но, что они прям такие супер твердые, четкие, как жирненькие, как, например, карандаш, да, швейцарские, который, нет, нельзя так сказать, ну, ладно, хотя бы вот я, такие взяла, так, это кот там бегает, надеюсь, не слышно, у меня серый, почему я взяла, да, все какие-то светлые, либо средние, мне хотелось чуть-чуть, ближе к темно-серому, карандаш, и, кстати, классно, что он холодный, потому что теплые, серые у меня тоже присутствуют, по стоимости, сколько тоже напишу, там они, кстати, все примерно равнозначные, по-моему, я имею ввиду, вообще почти все карандашки, ну, плюс-минус, это если много покупать, тогда, конечно, нужно смотреть, что вам лучше, дальше идем, что это такое, да, как будто новый ноутбук, маленький, но нет, но нет, к сожалению, что это, что это, о, она такая большая, смотрите-ка, смотрите-ка, главное не повредить, какой нож классный, о, нет, слушайте, сейчас, надо было закрыться от этих котов, сейчас все вокруг будет происходить, так, так надо красиво сейчас сделать, переворачиваем, карандашики, про которые, я, как бы, чтобы все это не отсвечивала, я слышала, у меня таких не было, у меня таких не было, брюнзил, да, но они как бы сейчас на слуху, много кто рисует, я решила попробовать, слушайте, я прям, сама как-то удивлена, давно я себе не покупала, чтобы набор, карандашей, прямо-то, из них половина ненужных, наверное, ух ты боженьки, у меня руки даже, сейчас, потро что-нибудь, чтобы не испачкать, так, как красиво, как, господи, как красиво, как же красиво, смотрите, ой, ой, где же у нас фокус, извините, фокус, так, это на том, что я говорила, как красиво, видимо, фокус ушел, так, ой, я вот так могу фокусировать, в общем, смотрите, как здорово, ой, что с этим делать, давайте, боже, ты мой, боже, ты мой, сейчас, прогоню кота, а то, ну, так, ух ты, ну, слушайте, неплохо, да, неплохо, бумажечка, вот это, какой хорошенький, да, беденький, мне очень нравится, мне очень нравится, как они выглядят, очень красиво выглядят визуально, давайте выдвинем вторую, красота, такая, кстати, скажу вам, вот эта тяжелая конструкция, вот эта вот их супер коробочка, класс, это как подарочный набор, видимо, да, наверное, был, мне, слушайте, они так пахнут, деревом, мне очень нравится, такая милота, прям, вот эти, смотрите, какие классные, да, вот эти, какие тепленькие, серый, потом, вот такой вот, тоже похож на теплый, класс, прям, где моя бумажка, мне очень нравится, давайте, знаете что, просто для интереса, сейчас мы сравним со, со стабила, да, какая пигментация, мне кажется, брюнзил, брюнзил, должен мне заплатить за эту рекламу, да, такие они пигментированы, красота, сколько же у меня всего желтого теперь, не очень люблю я желтый, а вот эти все, и как удобно доставать, слушайте, ну, так мягенькие, конечно, вот, ну, они как фабер жесткие, да, эти не такие жесткие, похожи на, похожи на, сейчас еще какой-нибудь попробуем, смотрите, какой яркий, попробуем, я вам скажу, на что похоже, похоже на, на, на стабила, похоже, ну, как будто стабила, но больше пигмента, что ли, прям они такие яркие, давайте белый посмотрим, если белый будет яркий, вообще класс, да, ну, такой средненький, вы скажете, как, как я, да, все это определяю, и, помимо визуального, то, что вы видите, можно еще по нажатию, то есть, понять по тому, насколько сильно мне надо, давить, чтобы получился яркий, белый, понимаете, пальцы уже грязные, ну, кстати, в руке, очень приятно, такой он, прям, классный, мне нравится, слушайте, как мне нравится, покупала я, там была скидка, какая-то, предчерная пятница, по какой-то цене, смешной, типа полторы тысячи, я напишу, такой подарочный набор за полторы тысячи, да, вот кому бы не понравился подарок, скажите мне, главное сразу не запачкать, класс, вот эта штучка, кстати, очень тоже, вот эта мягенькая, мне нравится, что это, слушайте, это я так, знаете, почему я вот такую штуку взяла, я подумала, что если снимать видео, и вот такая она будет лежать, типа вот эти свочи все блестящие, будет очень красиво, вот и все, вот и все, она стоила там, типа 10 рублей, не знаю, но дешево она стоила, мне показалось, что это будет красиво, вот в кадре, типа, да, понимаете, на самом деле, на самом деле, это свочи, свочи, чего, ну, каких-то вот этих металликов, цветов, вот, я подумала, что мне это будет здорово, хотела, кстати, чтобы видео уложилось в полчаса, по-моему, ничего не получается, дальше, дальше, что это, ну, может быть, я что-нибудь подрежу, и получится, это, это пастелька, могу судить, потому что я что-то помню, во-первых, и потому что осталось там только бумага, на самом деле, вот, ничего не купили, да, и сколько, вы думаете, все это стоило, мне кажется, 1011-12, все вместе с доставкой, разлетелось, разлетелось, все это, наверное, разлетелось, дейли ровни, да, пастель, пастель, посмотрим, в каком она состоянии, цвета, смотрите, серенький, такой набор, шестнадцатый, тоже был по скидочке, ух ты, как все полетело, лучше бы они как-то это крепили, но они сделали, вот где она, они сделали, такую, ну, вот как она могла выдержать, почту России, скажите мне, никак, но она еще мягенькая такая, поэтому так полетела, теперь я не узнаю, в каком порядке они хотели положить, чтобы я их увидела, наверное, как-то так, ой, какой вот этот хорош, красивый, да, так, давайте смотреть, мягкая пастелька, в общем, дейли ровни, вот такая, вот такая, очень, кстати, интересная история самого, бренда, вот этого, дейли ровни, не буду рассказывать, это сейчас будет, ну, сколько, это еще 2 часа смотреть тогда, так, ну, ну, она не экстра софт, да, это софт, это, ну, или что они тут пишут, экстра, ну, по-моему, это не экстра, во всяком случае, у меня сонелье намного мягче, но хорошо, знаете, это как ребенок, сонелье, экстра софт, ручной работы, и этого, Рембрандта, вот, похоже, с ними мы тоже отдельно что-нибудь с вами сделаем, да, чтобы было понятнее, набор, в общем, классный, мне понравился, особенно, со скидкой, которая была вообще замечательной, оттеночки серые, там еще был, по-моему, кроме этого серого, ну, тоже какой-то сет, там, то ли бежевый, то ли какие-то земляные оттенки, мне кажется, классно, особенно, кому нужны, вот, какие-то такие похожие, друг на друга цвета, ну, относительно похожие, вот этот вообще классный, да, такой розовенький, так, все, с ним мы тоже тогда что-нибудь интересное, прям на нем попробуем сделать, попробуем потестить, упаковочка, видите, она такая, ну, не особо держащая, вот все и разлетелось, она такая вот, пухленькая, думаю, дело в этом, дальше, я, кстати, говорила-говорила, часть у меня не записалась уже, когда вот дальше я ушла, поэтому сейчас будем с вами заново, и испачкала даже немножко, моего любимого цвета, склеечка, это от Jacksons, я решила попробовать, 20 на 25, она тут разные оттенки, она хороша, как, ну, 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 как скетчбук, который можно брать с собой, да, очень удобная, вот такая картоночка, довольно толстая, приятная, на нее можно опереться, как на планшет, и на ней рисовать, по цветам, по цветам, вот такие вот, синий, глубокий цвет, серый, довольно в тепленький, он такой светлый, ну, средний, с ворсинками серый, потемнее, и более темный, и черный, вот, такие они прям, глубокие оттеночки все, можно будет использовать, для наших с вами, зарисовочек, и, ну, вот, правда, с собой куда-то взять, очень приятно, кальчки здесь, понятно, нету, да, как в каких-нибудь лакшери-альбомах, то есть, здесь нарисуете, здесь все будет отпечатываться, кальку можно потом самим как-то прокладывать, или, или не париться, да, если, если, например, смешанная техника какая-то, то вообще нормально, и не будет все это слишком грязное, и маркое, дальше, Виндзор и Ньютон, да, повторюсь, я уже все это сняла сейчас, и, ну, ничего не записала, поэтому буду повторяться, что самое главное, так все вроде бы окей, цвета такие красивые, но, разлетелась она, вот пока я листала, сейчас, она оторвалась вся, и вот эти там листы, сейчас мы по цвету полистаем, тоже все оторвалось, представляет собой этот набор, просто из листов, считайте, А4, использовать как ту же предыдущую склейку Джексона, хотя та дешевле, не получится, потому что все это разлетится, и не держится, светло-бежевый, вот такой, потом желтенький, вот такой более яркий, это набор, 6 земляных оттенков, называется, после этого идет желтый, более в розовинку, чуть-чуть потемнее, надеюсь, сейчас нормально видно, хотела про дневной свете записать, но сейчас как бы дневной, и у меня все лампы, ну, так пасмурно, что записывать надо все ждать, видимо, лета, так, это что, у меня еще один, что ли, такой желтый, господи, сколько здесь, а вот это поприятнее цвет, да, он более такой, чуть-чуть горчичный еще, вот этот мне очень понравился, смотрите, какой он красивый, прям такой жженый, такая, как земля, и вот это мне нравится, очень-очень красивый цвет, вот такой прям, вот такой классический шоколадный, коричневый, можно сказать, тоже очень ничего, но опять же, все это разлетелось, и это сможем только использовать, как обычные листы, А4, так, если визуально похожи, они на, ну, на фабриан, все это похоже, ну, посмотрим, посмотрим, все равно какие-то различия быть должны, что дальше, дальше у нас, взяла я вот такую шпаргалочку, это по самим цветам пастели, сухой Джексонс, пастель, которая ручной работы, то есть, видите, они такие, мы говорили, да, с вами, чем отличается ручной работа, не ручной, от работы машин, в общем, кривые мелки такие, потому что руками все это катается, разные сеты, у них, кстати, нормальные, ну, такие приличные, в плане, недорогие сильно цены, на пастель ручной работы, и, смотрите, здесь есть оттеночки, так хотя бы как-то вживую можно понять, зачем я это взяла, не знаю, ну, видимо, я подумала, что мне это пригодится, дальше, дальше у нас еще одна склейка, это пастель, нейтральные оттеночки, смотрите, какие здесь такие приятные нарисованы, прям, как, такие детские цвета, это тоже Делли Роуни, так же, как и наша пастель, надо будет сделать им объединение, и пастелью Делли Роуни порисовать на бумаге, Делли Роуни, тогда должен быть самый лучший результат, я так предполагаю, бумажки тут мне положили, давайте посмотрим, разлетится ли это склейка, ну, вот здесь, смотрите, сейчас я, извините, вот так вот зафиксирую, все четенько, здесь, смотрите, гладкая, кстати, как и в пастельмате, похоже, там даже лучше система этого клея, видите, как склеена резиновая вот эта штука, они, видимо, ну, термально все это заливают как-то, и листы держатся, то же самое могли бы сделать предыдущие, Виндзор и Ньютон, да, но они подумали, зачем, если потом человек это все равно разбередит на листы, ой, какие приятные, она кажется, кстати, даже мне как-то лучше, хотя, может быть, это я предвзято, похоже как, смотрите, давайте сравним сейчас быстренько, ладно, где наш был, ну, нет, конечно, да, я уже не знаю, почему это безумие, показалось мне, похожим на этот горчичный, вот этот, конечно, хорош, да, горчичный, красивый оттенок, красивый какой, хорошая склейка, мне очень нравится, такая аккуратная, хорошо все это перелистывается четенько, розовенький тоже где-то пригодится нам, вот этот хорошенький, красивое вместе у них сочетание, вот с такой палитрой бы, да, что-то сделать, я имею в виду, где это, я имею в виду, прям вот это вот все, да, хорошо же смотрится, очень приятно, такое свежесть, такая весна, да, прям, у меня ощущение, зеленый красивый, сколько же он теперь у нас всего серого, да, лист, смотрите, какой загнутый, это, кстати, естественно, не я, потому что я еще его не загибала, но ничего, мне нравится, вот этот такой тепленький, а вот этот, вот такой, кстати, очень люблю, вот такой цвет люблю, такой холодный, чуть-чуть, сиреневенький, серый, боже мой, кое будет, опять длинное видео, так, и, наконец, опять, 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 кстати, не будем, поэтому долго, наверное, на этом задерживаться, что я опять взяла, опять я взяла, набор семи абразивных бумаг, хочу записать на каждом из них видео, чтобы было наглядно, понятно, кто из кто, да, что здесь есть, есть видео, кстати, про вот этот обзор всех абразивных бумаг, на Джексонсе есть такой пак, да, упаковка из семи, написано, sample pack of 7, of 7, of 7 квадратных листов, четвертинок, то есть, четвертинок, большой лист делят на 4 части, и вам кладут один кусочек, цвета, кстати, там рандомные, люблю я вот такие, знаете, когда как угадаешь, не угадаешь, повезет, не повезет, красивые там будут цвета или нет, ну, все красиво, они кладут такие всякие, нейтральные, серенькие, бежевые, из того, на чем я считаю, вообще можно рисовать из этого всего нормально, нормально я имею ввиду, чтобы это можно было сделать на заказ, и потом куда-то отправить, и оно по дороге не уехало в непонятную сторону, так, кстати, кто не любит эти тактильные ощущения, как по наждачке, то вам может все это не понравится, а что мы имеем, что мы имеем, ну, тут по списку пройдете, там даже вам циферки проставлены, вот один, два, так, Arspectrum, кстати, в тот раз у меня, по-моему, такой цвет и был, потом Cancer Me Tense, хорошенький оттенок, вот такой Cancer Me Tense, тоже приятный, всегда они кладут вот этот серый, пастель мат, светло-серый, но он мне тоже нравится, Claire Fontein, да, пастель мат, это, а не мюлек, давайте посмотрим, в тот раз тоже у меня такая была, мне кажется, у меня в тот раз то же самое и было, такая она приятная, но так на ней некрасиво все выглядит, но приятная, если ее для каких-то других, может, цель использовать, но мы с вами попробуем, это песочная, сеналье, многие, кстати, любят, я, кстати, не очень, но, тем не менее, так, вот это, прям по ощущению, ой, точно, не всем понравится, стоит только взять, чтобы вот это потрогать, странная такая штука, это Тим Фишер, она тоже плотненькая, там 360 грамм, как наждачка, на ней держится средненько, не то же, не как на пастель мате, и в конце ЮАрт, ЮАрт очень хорош, хороший аналог, но, понимаете, это подойдет, если вы в Штатах, и там берете ЮАрт, и он, наверное, будет доступнее по цене, чем Клэр Фонтейн пастель мат, я так думаю, но, а в нашем, в нашем случае, без разницы, поэтому, попробуйте, может быть, все это будет нравиться, так, мы к этому с вами придем, да, то есть, разные вещи нарисуем на разных абразивных бумагах, и будем сравнивать их плюс и минус уже как-то более наглядно, да, именно рисуем, так, ну что, все мы с вами посмотрели, спасибо большое за внимание, такая распаковка у нас получилась, надеюсь, вам было интересно, вам все понравилось, если какие-то вопросы у вас есть, обязательно задавайте их в комментариях, я буду отвечать, могу собрать отдельное видео с ответами на все вопросы, также, если вы хотите обзор на какие-нибудь новиночки, интересные материалы, то обязательно тоже пишите, и почему бы и нет, я, может быть, приобрету что-то новенькое, и мы с вами вместе на это посмотрим, все, спасибо, друзья, пока!